МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер. Вы знаете, перед нашей встречей отсматривал ваше многочисленное телеинтервью. Что поражает? У вас никогда нет ни тени сомнений. Вы отвечаете все время, что называется, как по-писанному. Такое впечатление, что вы знаете ответы на все вопросы. Всегда так было? Вы девочкой такой были, очень уверенной, властной и знающей, что к чему? Я с 7 лет на елке танцевала пантеру. Поэтому приход пришлось соответствовать. А потом уже как бы я действительно знала, что я хочу. И отвечала правду. А правду говорить легко. Но прогибаться все равно приходилось. Только когда просила за детей. Хорошо. В детстве вернемся. Вы же хотели заниматься балетом. А в результате поступали в медицинский. Ну, балетом я занималась, но занималась в кружке. А когда пошла в хореографическое училище, меня приняли. Моя семья сказала, нам артистов не надо. Нам нужны врачи. И я дальше продолжала учиться. Закончила школу с медалью. И один экзамен тогда нужно было сдавать медалистам. Я пошла и сдала химию на 4. А значит, нужно было сдавать все. А у меня не было времени. У меня было соревнования. В Кишинев. Да, да, да. В Молдавии. И я уехала. Все уже знают мою историю с географией. Программа-то какая-то сработала. Наверное, вы специально на 4 сдали. Наверное, не хотели просто поступать. Да? Или специально? Специально что? На 4, а не на 5 сдали, чтобы не поступить в медицинский. Ну, как это специально? Разве можно специально сделать такой подвох? Нет, конечно, я сделала ошибку, наверное, где-то и получила 4. А если бы вы поступили в медицинский... А если бы... Нет, специализацию вы видели же какую-то для себя. Если бы... Это моя семья хотела. А Господь не хотел. И все у нас. Компьютер. В компьютере было написано. Не поступишь. Хоть ты и старалась по ночам чертить эту геометрию с алгеброй. Учить, зазубривать. Но не поступишь. Не поступишь. И врачом не будешь. Кандидатом будешь, но по физкультуре. Сказала я бабушке. Они согласились. Соглашались уже тогда? Да. Потому что основная задача была быть кандидатом наук. Ученым может и не быть, но кандидатом быть обязательно. А, кстати, вот вы когда про училище рассказывали однажды, у вас помелькнуло, что там приоритет был у девочек узбечек. Что сперва брали девочек узбекских. В хореографическом? Ну а как же, конечно, нужны были национальные кадры. И в художественной гимнастике у меня тоже приоритет был для узбекских девочек. То есть это была такая дискриминация? Нет, это не дискриминация. Это не дискриминация, это развитие национальных искусств. Они прекрасно танцевали. Народные танцы. Вот у меня сейчас тренируется правнучка Мукрамы Тургунбаевой, которая была потрясающая танцовщица узбекских танцев. Но нужно было бы еще иметь классических балерин, таких как Бернара Кореева, Галия Измайлова. И я, и художественная гимнастика, у меня тоже были девочки-узбечки прекрасные. А вообще вам приходилось когда-нибудь в жизни с дискриминацией сталкиваться? Ну конечно, а как же? А как же? Например? Ну, вы знаете, комиссия, там решение. Решение есть, решение нет и не будет. А почему неизвестно? А почему известно? И так далее, и тому подобное. Ну, всякие пункты были. Всякие были пункты. Там не уследишь. В тех органах. А вот когда вы осознали свою исключительность, что вы не совсем обычный человек, не совсем обычная девочка? Я сейчас не осознаю свою исключительность. Нет, вы знаете, вы это излучаете, что вы особенно... Может, я это излучаю, но я совершенно никто из вас меня никак. То есть вы искренне со мной никакие... Однозначно. Я просто проводник. Просто проводник, которому говорят, а я повторяю. Например, в зале, на тренировках. Я всегда детям говорю. Дети. Я никто. Не звать меня никак. Но мне говорят, а я вам повторяю. Хотите, слушайте, что говорят вам в конторе. Хотите, не слушайте. За это будете отвечать. Вы знаете, одна вещь у меня, ну, что называется, не склеилась с вашими воспитанницами, лечами. Что, с одной стороны, говорят, что Ирина Александровна, она прямо отсматривает всех молодых людей, строгий фильтр, чтобы, не дай бог, не за того замуж вышла. А с другой стороны, я смотрю, ваши... Любимицы нельзя сказать, потому что вы их всех любите, но такие всемирно известные ваши дочери. Как, допустим, Утяшева вышла замуж за комедианта Павла Воли, который официально представляется как гламурный подонок. Ну, то есть, у него такой титул в комедии. Он гениальный парень, прекрасный отец, великолепный муж. То есть, вы сразу приняли его? Они прошли очень сложный путь в своих взаимоотношениях, прежде чем они остались жить вместе и родили таких двух потрясающих детей. А через Вину Русманову они сразу прошли? Они однозначно, потому что Воля сам все сочиняет, и он прекрасный актер, и прекрасный писатель. Он же все сам пишет. И очень порядочный человек. То есть, тезис, что артистов у нас в семье не надо, вы не унаследовали? Ну, это с Амины Зариповой я прошла. Ошиблась. Вы имеете в виду ее брак с Кортниевым? Ну, да. Вы считаете, это было ошибкой? Я считаю, что я была ошибкой, когда говорила, что это плохой выбор. Что артисты нам не нужны, повторила я слова моей бабушки. А теперь нужны. Вы ведь являетесь еще и тренируете национальную сборную Узбекистана по-прежнему, нет? Ну, о чем, нет. Я тренирую национальную сборную, ну, приблизительно, 24 стран. У нас тренируются. Не я тренирую, но у нас тренируются, а я иногда консультирую. А как вы считаете, сейчас правильно выстраиваются взаимоотношения между, допустим, Россией и Узбекистаном? Сейчас? Да, или вы не думаете об этом вообще? Выстраивались правильно. У нас всегда принимали как своих, и я люблю Узбекистан. Очень люблю свой край родной. Он хорош зимой и летом, а особенно весной. Приезжайте к нам, ребята, с Волги, с Дона и с Невы. Наш Ташкент, столица наша, младший брат родной Москвы. Ну, так и было. Так и есть. Сейчас уже равные. Уточнить хочу, вы родились, место рождения Самарканд у вас, а росли и воспитывались вы в Ташкенте. Да. В какой момент из Самарканда в Ташкенте? Ну, это я маленькая еще была, совсем грудная. Папа решил, что нужно в столице жить. А когда последний раз были в Самарканде? Года три назад. Вы знаете, о чем я подумал? Удивительное дело, что папа ведь у вас художник. Да. А вот то, чем вы занимались, на сленге тоже называется художницей, художественная гимнастика, тоже называют художницами. Ну, да. Действительно ведь есть общее, да, вот, тоже же выстраивается какой-то рисунок. Очень много. Первое, это то, что мой папа всю жизнь прожил в колхозах, оставив мою красавицу, маму и детей самим как-то обходиться. А я все время сижу в зале, да. И тоже своего сына оставляла без себя обходиться. В моем доме всегда жили дети, которые всегда получали большие и лучшие кусочки, чем он, потому что они тренировались. Хотя он тоже занимался, он был стайером, но лучшие куски были все-таки девочкам. Вот это общее такое между нами. Ну, и, конечно, видение мира, видение цвета, видение упражнений. Потом дедушка у меня был музыкант, и вот это все как-то слилось. А как вот эта установка и осознание себя пантерой, львицей и, в общем, действительно властной, влиятельной женщиной совмещается с вашим тезисом о том, что жена должна выслушивать мужа, покорно опустив глаза вниз. Это сочетаемые вещи? У меня не тезис, просто львица – это есть такая Адамсона книга «Рожденная свободная». Вот я себя ассоциирую с «Рожденной свободной». Но «Рожденная свободная» – это не значит, что быть одинокой, гармонию. Ведь у львиц всегда были прайды, и они не грызлись из-за того, что там один лев и много львиц. О, да, я слышал. О, да, о, это вам нравится. Ну, конечно. Ну, все, да. Вот так я вас всех убираю. Нет, ну, действительно, очень смелое было заявление о том, что вы считаете, что женщина должна прощать мужчинам немоногамную установку. Это, в общем, очень смелое, я считаю, было ваше заявление. И я когда это услышал в одной из телевизионных, даже не в одной, это в двух телевизионных беседах, как минимум слышал, я подумал, о, вот эта вот девушка, она умеет мужчинами манипулировать. Вы манипулируете близкими мужчинами? Я не про сына говорю. А мне нет близких мужчин, у меня только начальники мужчины. Вот я ими манипулирую, когда мне нужно что-то получить для своих детей. Кстати, еще одно заявление, которое меня поразило, и это правда, я знаю, что действительно у многих знаменитых, красивых, известных, умных женщин действительно нет подруг. Но ни одна в этом не признается. Вы в одной из бесед, когда вас спросили про подругу, сказали, что у меня нет подруг. Ну, у вас же есть знакомые. Что вы имели в виду, что у вас нет подруг? Что имело в себе в виду? Ну, вот встречаются подруги, на гяб, как говорят у нас, они разговор, перетирают косточки, перемывают. В этом смысле, да. Да, 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 но у меня нет времени на это. На всех друзей нужно иметь время. Вот если есть, у меня там одна или два человека, которые сами ко мне приходят, их сами со мной общаются, и мне стараются помочь. Вот это вот такие близкие люди, а больше нет. Хорошо, но вот в детстве у нас у всех есть. В детстве люди легко сходятся, моментально вместе оказались, подружили. Нет, всегда работала. В детстве были? Всегда работала, как раб на галерах. Вот откуда Владимир Владимирович, Путин позаимствовал эту известную фразу. Это я позаимствовала, я подумала, что он не одинок, что рядом на галерах сидела и я. Вы доверенное лицо, кстати, Путина, это что-то значит, или это просто вот такое? Он для меня кумир во всех отношениях. Для вас ведь и Одесса город родной, у вас же, по-моему, дедушка, дедушка, не из Одессы, дедушка. Он просто там учился, когда был совсем молодой. Учился в Одессе, да? Да, еще не был женат на бабушке, он закончил музыкальную школу профессора Столярского. Это равнялось тогда консерватории высшего порядка. Как вы отреагировали на то, что там произошло 2 мая? Как это реагировали? Или это для вас... Вы знаете, что я в ужасе о том, что показывают и о том, что происходит, но я интересуюсь политикой, и поэтому Украина всегда была для меня родной страной. Потому что моя бабушка с Украины, моя мама с Украины. И всегда, когда был день рождения моей бабушки или мамы, мы приглашали прямо из Киева, из Одессы, из любого города, где я была и слышала хороших певцов, артистов, мы приглашали их, они пели украинские песни. И у меня в ДНК видно вот такая любовь к Украине и к украинским песням этим. И поэтому, когда вот там в Одессе особенно, где-то еще вообще происходят какие-то вот такие вещи, для меня это просто болезнь, я просто болею, и мне очень плохо. Я правильно понимаю, что в советское время на Украине была очень сильная школа художественной гимнастики? Знаю, и сейчас сильная школа художественной гимнастики на Украине. Вот третье место на Олимпийских играх выиграла девочка из Украины. Вы с кем-нибудь поддержите отношения с коллегами? Ну, чисто на соревнованиях встречаемся. Там есть такая тренер, очень пожилая сейчас уже, Альбина Николаевна Дерюгина, которая там работала всегда. Да, я с ней в хороших отношениях. У нее, по-моему, дочь ведь занималась тут тоже художественной гимнастикой. Или что-то было с Дерюгиной? Да, у нее Ирина Дерюгина дочь. Да, я помню, была такая гимнастка. Никогда в профессиональном вот вашем сообществе, когда вы общаетесь, не возникает тема политических каких-то разногласий между соседями? Нет, никогда. Никогда. У нас искусство, а искусство выше политики. И поэтому у нас нет таких... Если мы работаем на две головы выше, а мы всегда должны работать при всех вариантах. И политических, и неполитических. При всех вариантах мы работаем так, как нужно. И поэтому... Нет, никогда мы не чувствовали этого. Вы, кстати, когда... Выиграл, сделал, хорошо, получи. Сделал плохо, тоже получи. И давай. Пошел вон. Когда про выигрыши рассказываете, вы всегда подчеркиваете, что вы своих детей, дочерей, воспитанниц, в том числе поддерживаете материально, что они всегда получают то, что называется... Бэкап, то есть квартира, машина, деньги для того, чтобы быть независимой. Для того, чтобы не смотреть в руку, как вы говорите. Вы все знаете. Зачем вам мое интервью сами рассказать? А я хочу узнать, а вам когда-нибудь приходилось смотреть в руку? Мне? Да. А вам приходилось быть зависимой финансовой? Зависимой. Мне быть... Нет, я всегда работала. Я работаю уже с 16-15 лет. Работала санитаркой, стирала белье. Мне в основном это нужно было для того, чтобы у меня был стар, чтобы успехить мать до института. А вы считаете, разве вот установка, что восточная женщина, она полностью за спиной мужчины, и она как бы, ну, должна смотреть и в рот мужчине, и в руку, и так она может, опять же, управлять, но в принципе она вот... Я думаю, что женщина никогда никому не должна. Так же, как мужчина. Что если они объединились, значит, они любят друг друга. И то, что там она опускает голову вниз, это не значит, что она совсем согласна. Вы когда упомянули песни, я вспомнил удивительное ваше высказывание, что рок-музыка, я сам слушаю рок-музыку поклонников, что она на самом деле разрушительная, что вы никогда не подбираете... Тяжелый рок. Да, тяжелый рок, да. И вы никогда не используете вот эти темы. Это научное какое-то, научно обоснованное, да? Да, да. Советую посмотреть фильм о воде. И там как раз показывают эти молекулы воды, как они скукуживаются при тяжелом роке, и как они расправляются в снежинке, когда играет классическая музыка, и вообще музыка душевная. Так же и наша кровь. Мне надо будет пересмотреть свои музыкальные вкусы, и я чувствую, что это значит. Ну, может быть, вы по натуре вампир, или вообще какой-нибудь герой триллера. Так вам и рок подходит тяжелый поэт. А, то есть тем, кто кровь пьет, это нормально, да? Наверное. Я так думаю. Хорошо, да. Я остановлюсь, наверное, на том, что я вампир, потому что поздно уже музыкальные вкусы менять. Конечно. Вам свои вкусы приходилось менять? Мне? Да. Менять вкусы? Да. Нет. Потому что, вот, про вас известно, что вы просто мега-супер-стильная девушка. Вы всегда одеваетесь очень стильно и ярко. И это ведь было тоже, насколько я понимаю, с детской, с девичьей поры были проблемы у вас из-за этого. Да. Ходил со мной сын вдалеке. Стеснялся. Да, чтобы никто не подумал, что это девушка, да, мне не юбки черных. А сейчас вам кто-нибудь говорит, что это слишком розовое или это слишком яркое? Я прислушиваюсь, но делаю по-своему. А кто говорит? Кто может Вина Русмановой сказать такое? Ну, говорят, иногда супруг говорит, иногда говорит моя близкая подруга, соратница говорит, иногда мама говорит. Вот. Ну, вот я смотрю в зеркало внимательно и все равно делаю так, как вижу. И никогда не ошибалась. Смотрите в зеркало, вам всегда нравится то, что вы там видите? Нет. Ну, что вы, что вы. Отвратительно иногда бывает. Сразу выбрасываю все, меняю все, и прическу, и одежду. Фу. Лиз Тейлор, на которую, ну, вы знаете, что вы похожа на Лиз Тейлор, тоже неоднократно говорила, что она себе не нравится. В фильмах и в изображениях всегда скисывал это тоже на такое легкое кокетство. Но вам верю, вы очень начинала бы требовательный человек и к себе тоже, не только к своим воспитанницам. Очень. Их одеваете? Да. Одеваю. Иногда бывают? Прически, прически меняю. Так. Они стали вдруг свои длинные волосы прекрасно делать на прямой пробор. Я тут же подхожу, раз, раз, и меняю прическу. И все, и делай так, а не иначе. Да слез доводили часто свои? В смысле одежды и причесок? Ну, что вы, они не верят. Они понимают, что я им желаю добра, и что я их люблю, чтобы они были самые красивые. Они это понимают прекрасно. А те, кто не понимают, просто, я так понимаю, что в команде не остаются в вашем окружении? Или таких не бывает? Те, кто не понимает, вот у меня был недавно чемпионат Гран-при, и там одна девочка очень боялась, ну, не выполняла то, что положено было. Она бесконечно красивая, бесконечно талантливая. И мне как-то нужно было ее остановить в ее трусости. Я подошла к ней и сказала, вот если ты сейчас не сделаешь все, что нужно, перед выходом прямо, ты сюда не возвращайся. Вот туда прямо сразу, раз, и в дверь. Противоположный конец. Сюда ты не вернешься. И вот она забоюсь и сделала все. И вот только закончили соревнования, 15 тысяч просмотров. Умирающие лебеди. 16 лет я не ставила это упражнение. Но она не хотела делать иногда то, что нужно было. Ну, пришлось так. Хорошо, во второй части нашей беседы мы поговорим про вещи более такого концептуального и стратегического характера. Даже стратегического. Итак, стратегически. Вас стратегически устраивает все то, что делает Министерство спорта Российской Федерации? Для данных, да. Да? То есть у вас никогда не возникало, допустим, с господином Утко никаких трений? Ну, нет. Обычно не убивают курицу, которая несет золотые яйца. Ну, по-разному бывает. Ну, у нас как-то нет, не возникало, нет. Нам все пошли навстречу. Не могу ничего сказать. Единственное, что у нас возникали проблемы с параллельным зачетом, так называемый. Когда, например, девочка родилась в Улан-Удэ, потом переехала в Нижний Новгород, а теперь тренируется в Москве. Чья она? Вот чья? Вот она сейчас стала олимпийской чемпионкой, например. Чья? У нее мать кто? Та, что родила, или та, что ее подняла до определенного уровня, или та, что ее довела до олимпийского пьедестала? Вот это вот всегда были проблемы, потому что считали, что вот и там получат, и здесь получат, и все получат. А какая разница, кто получит? Триколор поднимается один. Ну, получит и Улан-Удэ, и получит, и это я чисто говорю визуально. Да. И все остальные мамки получат, и папки тоже. Кто плохого в этом? Ну, вот люди такие алчные, понимаете? И девочке хорошо, она и там получит премию, и здесь получат премию, и тренеру хорошо, и первый тренер будет заслуженным, и так далее. То есть я стараюсь, чтобы всем было хорошо, чтобы люди мир, да, чтобы все были мирные, все принимали участие по сильное воспитанию олимпийского чемпиона. Все, кто участвовал в сотворении звезды, должны быть не забыты. Никто не забыт, и ничто не забыто. В нескольких профильных изданиях спортивных, по-моему, даже и не только, но и в массовых тоже, были, ну, то, что называется, словом, вбросы. Про то, что какой хороший министр был бы спорт, Вин Русманов. В жизни никогда, в жизни никогда, я узкий специалист, так же, как моя мама врач, ухо, горло, нос, и знает все обо всех болезнях, когда к ней приходят врачи разного профиля, они, профессора, говорят, что они уже по 20, по 30 лет не сдавали такие экзамены, как они сдают моей уже немолодой маме, которая их экзаменует только так, по всем статьям. Поэтому я знаю многие варианты, как можно достичь результата, но мои все способности и возможности сосредоточены на художественной гимнастике, потому что она является творческим, артистическим видом спорта, и я там себя реализую как режиссер-постановщик, как режиссер-постановщик. То есть вы художник, а не управленец, вы хотите сказать, что у вас менеджерского начала? Да, менеджерский у меня есть начало, поэтому я бедная, еще и президент, я и главный тренер, и президент, и если, например, когда-то я работала без группового упражнения, у меня были там тренеры, которые работали с групповым, а я только так контролировала, то теперь я напрямую работаю и с групповым упражнением, с индивидуальной командой, и еще подсматриваю за юниорами, то есть с годами становятся обязанности больше, вот, и вот их нужно как бы тянуть. А сейчас я приехала, пришла на соревнования на гран-при Алина Кабаева, и когда увидела, сколько младых прекрасных девочек, я прямо вышла и сказала, что ли не умирать? В зрительный зал все захлопали, потому что потрясающая смена, раз все-таки девочки прекрасные. Ну, знаете, ведь некоторые могут трактовать вот это ваше нежелание как уход от ответственности, потому что... Нежелание чего? Ну, занять должность министра, допустим. Я не знаю таких людей, которые, я думаю, что наоборот, люди бы сказали, совсем с ума сошла. Ну, а вот вы же знаете про публикации, про которые, они же вам наверняка попадались? Кто? Публикации, да, глупости, глупости, совершенно глупости. Я совершенно никогда ни с кем не имела ни разговора, ни беседы, ни в кулуарах и ни на открытой сцене. А вообще, в принципе, публикации и журналисты часто вас огорчают? Когда-то, да. Писали гадости всякие про моих детей. Я начинала с ними ругаться, но мне один человек сказал, чем больше ругаешься, тем больше они получают от этого удовольствие, и тем больше у них расходится вся эта, их грязь. Поэтому я перестала обращать внимание на это. Вы имеете в виду вот скандалы, связанные с публикацией Алини Кабаевой, да, на апреле всего? Нет, это было когда-то. Когда-то про моих детей писали и про Утяшеву, писали всякие глупости. Но я сейчас не обращаю внимания на это. А что про Утяшеву? Собака лает. На караван идиот? Молодец. 10 баллов. Спасибо. По какой поступай на систему, если это огорчительно? А скажите, я понимаю, что вы говорите, что да, для меня все мои дети равны. Все равны, все удалы. Ну так же не бывает никогда. Я их всех люблю сердечно, но другому я навечно отдана. Мне всех милей та, которая стоит на пьедестале, и за ее спиной поднимается флаг и играется гимн России. Вот она стоит там, та, которая больше всех любит художественную гимнастику, верит мне, и поднимает флаг. Вот это вот. Я понимаю. Вот ей я отдана. Нет, это очень удобно, это все вот так говорить. Но я же понимаю, что среди девочек там, они же для себя. Ну знаете, как вот в известном фильме в Гареме, теперь я любимая жена. Там же наверняка она думает, что теперь я вот фаворитка. Я у Ирины Александровны любимая. И там тема ревности есть. Вы отслеживаете эти вещи, или вы считаете, что это как-то... Нет, они, дети, знают, что я справедливая. Я строгая, но справедливая. Это Барсукова сказала. А что, говорит, Ирина Александровна ругается? Они мне спрашивали у первой моей олимпийской чемпионки. Она сказала, ругается, если выпросишь. А так нет. Ну вот сейчас у меня были такие... Очень жаль, конечно, когда уходят такие потрясающие дети, как Барсукова ушла, потом Алина ушла, потом Канаева ушла, потом ушла Чащина, потом ушли вот сейчас Кудрявцева и Мамун, ушли потрясающие гимнастки сказочные. Ну, как-то мне вот так вот, Бог... Сначала я получаю как бы такой очень неприятный вызов такой, что вот а что делать дальше? У нас только это, это, это. А потом оказывается, что это, это, это тоже звезды. И тоже с ними интересно, и они еще лучше, еще ярче. И вот мне сейчас Алиночка написала, что Ирина Александровна, потрясающая программа, от нее это услышать нелегко. Нелегко? Нелегко, потому что она всегда ругалась и говорила, художественную гимнастику убивают, почему вы сидите и молчите. Мы делали по 25 элементов, сейчас делают по 9, но сейчас вот поменяли программу и стали делать мастерство, так называемые, это очень интересные элементы, такие рискованные, которые мы с Алиной делали задарма. Мы делали просто для красоты, теряли, но делали для красоты и для того, чтобы художественную гимнастику вывести таким способом, не специально, а вот просто нам это нравилось обоим. И когда мне сказали, что Ирина, я тебе говорю не как твой начальник, это президент технического комитета, итальянка мне сказала, а как, я тебе говорю не как твоя подруга, а как твой начальник, убери у Кабаевой половину трудности. Я ей сказала, она сказала, ни за что. Я сказала, Алина, начальник сказал, мы убрали, ничего не изменилось. Она перестала просто ронять. Ну вот это к тому, что сейчас это все оценивается. И у нас есть такие девочки, две маленькие, ну как маленькие, они просто не худенькие, маленькая собачка всегда щенок, но они такие ловкие, две сестры, близнецы Аверины, Дина и Арина, которые делают сумасшедшие вещи, на что Алина сказала, суперпрограмма. Скажите, а вот скандал с Мельдонием и вообще все эти скандалы, когда мы, я имею в виду Россия, мы это выпхосили? Откуда все это получилось? Или там нет дыма без огня и что-то все-таки нечистое? Вы понимаете, в чем дело? Все дело в том, что нужно знать закон. Закон. Вот, например, девочка, которая выиграла огромное количество медалей золотой в спортивной гимнастике, это негритянка, девочка, которая вообще летает над площадкой, над бревном и над брусьями, она ведь тоже употребляла наркотический препарат, но он разрешен ей был. Они подали, сказали, что у нее отсутствие внимания, что у нее какие-то такие есть проблемы, ей разрешили его. И у нас есть такие спортсмены, которым разрешали это, а другие это просто делали без разрешения. Вот и все. Ну, значит, это недочет, условно говоря, административной составляющей. Думаю, что так. Начальников, условно говоря. Да, начальничек. А вот... Врачи. А что врачи? Недалекие. А врачи недалекие? Конечно, недалекие, потому что если они дают какие-то препараты, они должны понимать, что этот препарат можно зафиксировать и зарегистрировать, так, как делают, например, лыжники, они приходят в маленькие такие особнячки, палатки так называемые, и начинают там дышать каким-то газом специальным для того, чтобы повысить свой результат, потому что у них астма, у лыжников астма. А у нас, если астма, их просто не допускают на соревнования. Понимаете? Они просто пишут, что у них астма, им нужен вот такой вот препарат, им дают их. А наши без всякой астмы, например, без этого диагноза, который у них нет, их или отстраняют, или им дают этот газ, а он является тогда уже запрещенным препаратом. Поэтому тут очень много есть «но». Недочетов. Нет дыма без огня. Я вот тоже вот думаю, что нет дыма без огня, но просто очень обидно, потому что Россия превратилась в глазах мирового, российский спорт, в глазах мирового сообщества, в общем, как в какой-то... Вы знаете, я не политик. Да, вы говорили уже. Я не политик, совершенно. Я не политик, я просто очень люблю свою страну. И я считаю, что вот когда у меня поют ползалы гимн России, или когда моя девочка два раза играли не тот гимн, она встала, Маргарита Мамун, и запела сама. Встала и запела сама, весь гимн спела. Да, по Ютьюбу этот ходит ролик, он просто вот слезы вышибающий просто. Ну так вот это не слезы, это просто воспитание, потому что вот это и есть патриотизм. Понимаете, не на словах, не ля-ля, а вот в зале каждый день работы ради этого флага. Это очень серьезно. Вопрос у Министерства здравоохранения. Я в рамках этого же проекта беседовал с нашим министром. И она мне сказала такую вещь, которая меня озадачила, потому что принято считать, что советское здравоохранение было достаточно сильное. И мы про Кастро говорили. Это было незадолго после того, как лидер Кубинской революции ушел лучше из миров. Я говорю, вот как бы на Кубе же, несмотря на то, что это там тоталитарное государство, бла-бла-бла, очень сильное здравоохранение. Я сказал, что это такой же миф, как и про сильное советское здравоохранение. И вот в этом контексте мне хотелось бы узнать, советский спорт, он был сильным за счет чего? За счет именно вот этой дисциплины и тоталитарной составляющей, или за счет того, что просто кадры всегда были? То есть генетически заточенные на успех и на рекорд материал человеческий. Вы понимаете, создавались, наверное, условия какие-то. Несмотря на то, что был голод и холод, и в магазинах стояли поезда вот эти колбасные, у нас в Новогорске во время Советского Союза была икра, и были вот эти очень деликатесы. Все делалось для спортсменов. А ваши рассказы про то, как сосиски в раковине варили, они относятся уже к периоду... А сосиски в раковине варили, у меня была база для художественной гимнастики. Это был не олимпийский висконт. Так в советское время было? В советское, конечно. В советское время, и тогда их селили, бог знает где. Но это руководство федерации было такое, извините за выражение. Брали барщину и обрак, мешок картошки и ведро яиц. Вот так. Ну вот мы же начинали разговор, говорили про Россию, Узбегистан. Когда-то это была одна страна. Эта страна была, как вы считаете, правильно организована, Советский Союз? Я не считаю до трех. Ну вы можете уходить от ответа. Ну действительно, я для себя не... Я, понятное дело, рожденный в СССР. А вот я не знаю, потому что с одной стороны... Почему вы не знаете, если вы рожденный в СССР? И молодой был не молод. Нет, ну нельзя было уехать, допустим. А вы бы уехали? Ну я хотел бы всегда иметь такую возможность. А вот я не уехала. Я в Англии тренировала, 4 года команду. Так. Наездами. И потом я сказала, знаете что, девочки, не буду больше вас в Англии. Хотите приезжать в Москву, сидите у меня в Москве. Они бросили школу и приехали ко мне в Москву, тренировались две девочки. И попали на Олимпиаду за сборную Англии. И хотели меня там оставить, чтобы я работала со сборной Великобритании. Но я сказала, у меня здесь была тогда Амина Зарипова. Я говорю, она может быть первая. А ваша будет шестой. А мне больше первое место интересует. Поэтому до свидания. Адьё. И уехала. Понимаете? Вот в этом разница. Потому что я свою работу не могла променять. Потому что наши дети, они были заточены на победу. Там тоже с годами могло быть так. Потому что я им сказала, если школа мешает спорту, надо бросать школу. И они сказали, Ирина, что вы, как это, это невозможно. Это Великобритания сказала, окей, посмотрим. Когда они стали занимать первые места, им стали делать экзамены досрочные. Точно так же, как в России. И всё было прекрасно. Вот вы производите впечатление человека, который всё знает и, во всём, знает ответ на всё. Скажите, вы прогнозы по Сочинской Олимпиаде для себя какие-то делали? Как вы себе представляли, какое место возьмёт Россия на этой Олимпиаде? То есть, перефразирую вопрос. Для вас стала неожиданностью победа России на Олимпиаде? Я думаю, что она для всех была неожиданностью. Причём здесь я. Да, вот для всех-то да. Мне интересно, как для Виннер. А для Виннер как все. Виннер как все. Что Виннер? Особенно. Такая же, как все. Вы не особенная. Мы сейчас возвращаемся к тому, с чего мы начали. Было 11 место на прошлой Олимпиаде в Канаде. Было 11 место. А потом стало первое. Конечно, это было поразительно, удивительно. Но я знаю, что за эти годы было построено огромное количество баз. Были отосланы спортсмены за рубеж тренироваться. Огромные деньги были потрачены на их подготовку. И я считала, что чудо состоялось. Но, то есть, вы готовы были допустить, когда начиналась Олимпиада, что мы можем там выиграть? Потому что я со многими вашими коллегами беседовал, ну, допустим, с тем же Карелином. И он говорил, что максимум, о чём мечталось, это третье, допустим, место. Вы знаете что? Да. Вот человек должен верить в чудо. Вот после того, что у нас всю лёгкую атлетику выкинули из потока, пинком, правильным или неправильным это разбираются. Вы про Рио сейчас? Я про Рио. Борцов. Тяжёлую атлетику. Каких-то очень серьёзных. Байдарки, каноэ. И так далее, и так далее. Мы заняли четвёртое место. Да, это тоже было неожиданно. Да, да. Да, тоже думали восьмое, девятое, десятое. А мы заняли четвёртое, так же, как в Лондоне. Со всей лёгкой атлетикой, со всеми, со всеми, со всеми. Что скажете, уважаемый журналист? Это вы должны говорить. Мы задаём вопрос. Я должна говорить. Но вы должны ответить тогда. Вот я вам ответила. У меня нет ответа. Вы знаете, я вот... Чудо состоялось. Четвёртое место. Да, я вот беседу начал с того, что готовился к нашей встрече, просматривал все интервью, вспомнил такое неполиткорректное высказывание Михаила Жванецкого. Я никогда не был женщиной, никогда не был узбеком. Хотелось бы запонять, что они чувствуют. Вот я сейчас понимаю, что вы не просто красивая, интересная, знаменитая женщина, вы ещё женщина-загадка. То есть, на самом деле, понять, что вы чувствуете, о чём вы думаете, невозможно, но, тем не менее, вы всегда... Я могу сказать одно. Да. Я могу сказать одно, что на всей земле... Я ведь тренируюсь детей всего мира. На всей земле люди все одинаковые. Нет узбеков, и нет русских, и нет татар, и нет евреев, и нет... Нету... Все дети, они одинаково прекрасные. Всё так же точно понимают, так же точно реагируют. Нету, понимаете? А потом они становятся яблоками, которые валяются у этой яблони, которая их родила, которая их воспитывает, и говорит им всякие глупости. Вот. Поэтому я счастливый человек, что я работаю с детьми. И эти дети... А я их яблони. И когда они около меня падают, они уже становятся такими же, как эта яблони. Поэтому они говорят такие вещи, философские, умные, потому что они всё это впитывают. А родители я изолирую. Я их, как говорится, дисквалифицирую. Вот. И ликвидирую. Если они говорят не то своим детям. Вот у меня была девочка, которая очень страдала от веса. А приходила её бабулечка и мамулечка. Заворачивали ей в шарфики конфеты и вот эти вот все вещи такие, которые нельзя. Или она спускалась с лестницы с кастрюльку, её туда накладывали на верёвке, на скакалке. Туда накладывали всякие котлеты чёрные какие-то. И она их вот так поднимала. Но это родители, это кто? Добрые люди. А моя мама закрывала холодильник в то время на ключ. Она заказала ключ на холодильник. И я приходила, а холодильник был закрыт на ключ. Вы знаете, я позволю всё-таки себе, вот ставя финальную точку нашей беседы, не согласиться с вами, что все одинаковые. Потому что вот вы сидите передо мной, и вы являетесь доказательством этого тезиса, что они все одинаковые. Я говорю про детей. А, что дети все одинаковые. Я уверен, что вы и дети были такой особенной, какой, собственно, вы особенной и остались. И позволю себе всё-таки с вами не согласиться. Но с чем согласятся? Это ваша воля. Согласятся, я думаю, зрители нашей программы, что Ирина Винер восхитительно. Огромное вам спасибо за беседу. И вам спасибо, уважаемые.